Славные даты России. Такое название получил конкурс, нацеленный на культурное просвещение детей и на укрепление духа патриотизма подрастающего поколения. Традиционно мероприятие проводится накануне значимых дат. В 2024 году оно приурочено ко дню Великой Победы и приближающемуся дню рождения выдающегося русского писателя Александра Пушкина. Детки не только рисуют и делают поделки, но и читают на эти знаменательные и славные даты, читают произведения. Это патриотическое воспитание детей и сохранить культурное наследие нашей Родины, потому что читаются отечественные произведения, классические нашей Родины. Организаторы конкурса «Центр детского творчества «Импульс». Оценка работ проходит по трем направлениям. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, и художественное слово. На днях в Центральной библиотеке прошел финал конкурса. Участники выступали с литературными произведениями. К этому привыкнуть нельзя. Но смириться с неизбежно можно. И нужно. Екатерина Штукарева участвует в конкурсе второй раз. В этом году ей удалось завоевать гран-при за произведения, посвященные ужасам войны, о которых повествовал солдат своему сыну. Я выбрала произведение «Глаза войны», потому что наши прадеды сражались за то, чтобы мы сейчас жили под светлым небом. Я считаю, что конкурс учит не забывать наши славные даты, а тем более 9 мая, который очень важен для нашей страны. Ульяна Пелюгина приняла участие в конкурсе впервые и подготовила песенный номер, посвященный дружбе. Участница отмечает взаимопонимание и поддержка, особенно важны как в тылу, так и на фронте. Он посвящен дружбе, то есть так номер называется, дружба. Мы одна семья и мы все секреты друг другу доверяем. В торжественном мероприятии принял участие заместитель благочинного церкви Видновского округа Ирей Николай Шапарев. Он отметил, тема конкурса особенно актуальна в наше время. Они заставляют нас задуматься о самом главном и о том, что мы должны стремиться к миру. И, конечно, задуматься о том, через что прошла наша страна и проходит. И как много нужно поддержки нам, даже простым людям, тех людей, которые там сейчас на фронте сражаются. 11 чтецов на конкурсе «Славные даты России» 2024 года завоевали гран-при. Их актерское мастерство, ораторское искусство и голос оценивало компетентное жюри. Но Владимир Бугров уверен, в искусстве художественного слова проигравших нет. Самый сложный критерий – это понимать то, о чем ты читаешь, как ты выходишь на сцену, с чем. И молодцы эти дети, что очень великолепно они справились с этой сложной задачей. Если вы уже вышли на сцену, значит вы уже герои. Вы победители. Конкурс ежегодно собирает сотни желающих показать свои изобразительные и читательские навыки. В этом году в «Славных датах России» приняло участие 218 человек.